Продолжение следует... Продолжение следует... Какое-то звание. Кто-то сразу тунирует себе золотого директора, кто-то бриллиантового директора. К нам подходят разные люди, амбициозные, стремящиеся к быстрому результату. В основном мы, когда приходим, средний план поставим, это, конечно же, звание директор. То есть, вот вы видите, звание директор, это 7500 баллов бонусов по группе суммарно, и подтверждение в течение 8 каталогов, и вы директор. Но мы все с вами приходим, и все мы начинаем с вами свой старт в нашем собственном бизнесе с 0%, так как у нас здесь нет блата, так как у нас здесь нету, так сказать, ну каких-то таких возможностей, да, которые на наемной работе, да, бывает, там кто-то там тепленькое местечко подготовлено, и так далее, и так далее, да. То есть, мы здесь приходим, и мы начинаем все с 0%. Да, то есть, если вы организовали свой личный товар оборот 150 баллов бонусов, то вы покорили первую ступеньку, это 3%, да, то есть, вы уже являетесь консультантом компании Арифлейн, и так далее, и так далее, да, там 6%, 9%, 12%, 15%, 18% и 22%, да, открытие старшего менеджера. Вот, поэтому у нас карьерная лестница под званием очень шикарная, да, до президента, вы посмотрите, какие там красивые цифры, да, и сетевой маркетинг в наше время дает каждому человеку возможность изменить свою жизнь, да, то есть, изменить свое будущее, изменить будущее своих детей, да, то есть, стать свободными и, короче, выпало там у меня слово из головы. В общем, вот такая у нас с вами крутая карьерная лестница. Факты гордости компании Арифлейн. Ну, конечно же, это шведский бренд. Компания Арифлейн уже более 50 лет на мировом рынке и 20 лет в России, да, то есть, это нам дает с вами возможность понять, что эта компания стабильная, легальная, официальная и какая-то мелкая компания, да, одновременно, она такого количества времени на рынке не просуществует. Шесть собственных фабрик, да, у компании Арифлейн. Это в Швеции, в Польше, в Китае, в России, в Индии, в Англии. Завод находится один, самый крупный, да, в России, это город Могинск. Территория его занимает более четырех футбольных полей, поэтому нужно понимать, да, какие масштабы. Обороты компании Арифлейн более двух миллиардов евро. Компания у нас международная, да, сотрудничает с четырьмя странами мира. Ассортимент тоже огромный, то есть, у нас ассортимент не только товара естественного спроса, это мылое, шампунь, гель, да, то есть, у нас продукция и здоровое питание, это здоровая линейка здорового питания, wellness. Также у нас есть и посуда, ну, какие-то вот еще вот такие продукты. То есть, компания Арифлейн, она не ограничивается ассортиментом только по продукции естественного спроса. Это международный интернет-магазин, третий по посещаемости после РЖД и Аэрофлор, да, то есть, мы, так сказать, такие кликабельные, да. Удобная и быстрая доставка во всей России. В каждом городе, в каждом поселке есть свой сервисный пункт обслуживания, да, это СО. Стабильная европейская компания, сильная предпринимательская культура. Так, и на самом деле фактов гордости компании Арифлейн там вообще насчитывается более 50, поэтому я все перечислять не буду. Здесь перечислены самые такие основные, да, факты, которые нам дают, так сказать, уже задуматься о том, что, да, эта компания крутая, да, эта компания гигант, это уже целая большая корпорация, это классный бренд. Вот вы пришли, вы зарегистрировались, у вас появился свой личный кабинет, вам ваш наставник-спонсор уже выдал приветственное письмо, дал ваш регистрационный номер и дает какие-то вам первые инструкции для работы, да, то есть что же нужно сделать, то установить телеграм, да, то есть у нас в телеграме есть чаты, чат команды, чат по продукции у нас, чат вообще по общей продукции, да, там чат путешествия, то есть телеграм это у нас такая площадка, где очень-очень много информации. Следующее, что нужно сделать, в первую очередь, это, конечно же, разобраться в сути бизнеса, да, то есть вы пришли, вы еще новичок, вы еще только подкованы той информацией, которую вам дал ваш наставник и вы должны сами въехать в эту информацию и разобраться, как же вообще эта идея бизнеса работает, да, то есть мы всегда советуем посмотреть изначально ту идею бизнеса, которую вам дает ваш наставник и если вы хотите глубоко разобраться и понять идею бизнеса, то, конечно же, нужно посмотреть не менее пяти презентаций бизнеса разных спикеров, да, то есть вот, например, можно посмотреть таких спикеров, как Санникова, Голоженко, Эдуард Васильев, да, вот таких уже спикеров, которые здесь добились колоссальных результатов. Обязательно прочитать книгу «Десять уроков на салфетке» и «Бизнес-прафарет». Книжка «Десять уроков на салфетке» она вам даст понимание, откуда даже берутся люди, да, то есть многие приходят и задаются вопросом, ой, так здесь надо столько людей много приглашать, да, где же я возьму свою первую тысячу человек? В книжке «Десять уроков на салфетке» все рассказано, да, то есть если ты пригласишь два своих активных человека, да, научишь их тому, что умеешь сам, и твои два человека, да, еще пригласят по два человека, и ваша команда уже будет состоять, и скольки человек, да, то есть и в геометрической прогрессии будет разрастаться ваша веточка, да, ваша организация, то есть из этой книжки «Десять уроков на салфетках», вы эту информацию как раз-таки для себя поймете, что не нужно искать большое количество людей. «Бизнес-прафарет» – это вообще настольная книжка, я ее абсолютно всегда всем-всем советую, она у меня есть дома, как настольная книжка, потому что в ней рассказана практически вся теория, да, то есть там полностью весь наш бизнес прописан, нам его остается только перенести на практику. Дальше следующее, что мы советуем сделать на первых этапах после регистрации, это, конечно же, написать свой список знакомых, да, то есть мы, когда приходим, мы всегда даем такое задание, да, и мы не отправляем своих новых консультантов сразу на холодный рынок приглашать в партнерство, да, то есть мы начинаем приглашать своего близкого окружения. Скажите, пожалуйста, ребята, меня слышно-то хорошо? А то, может быть, я тут рассказываю, меня не видно и не слышно. Не вижу плюсиков, ребята. Ага, все, спасибо, Катя. Вот, поэтому обязательно прописывайтесь в свой список знакомых. Следующее задание, которое мы даем... Так, у всех нет видео, я себя прекрасно вижу. Следующее задание, которое мы даем, это, конечно же, прописать свои мечты, свои желания, да, отлично, спасибо, ребята, прописать обязательно свои мечты, свои желания, да, то есть мы сюда приходим, у нас здесь нету какого-то режима, там, сестра до вечера, у нас здесь нету начальников-путильников, и что же вас будет мотивировать здесь вставать и просто идти и работать, да, выполнять те действия, которые вам говорит наставник, да, то есть вас должно что-то мотивировать, что-то должно вас сжечь внутри и давать вам такой вот, как сказать, заряд энергии на действие, да, это, конечно же, ваш список желаний, поэтому не проходите мимо этого задания, обязательно список желаний прописывайте. И, конечно же, обязательно познакомьтесь со своим манеджером, со своим директором, в приветственном письме это тоже все есть, напишите сами, что я новичок, что я хочу с вами познакомиться, может быть, вопросы какие-то есть, да, то есть будьте активны, не стесняйтесь. Обычно у нас, как говорят, наставник достается тому, кто его достает вопросы, поэтому обязательно пишите своему директору, пишите наставнику, звоните, не стесняйтесь. Вот такие вот основные шаги после регистрации, которые должен сделать новичок, да, чтобы успешно стартануть в этом бизнесе. Как же прописывается список желаний, да, то есть вы берете листочек формата А4 и прописываете свои мечты от 1 до 50, да, обычно говорят, что легче писать, если пойдешь, например, на 50, 49, 48, да, то есть вот так мечты будут лучше прописываться. Можете так сделать, да, но не меньше 50. Напишите свои мечты, и если ваша мечта сколько стоит по деньгам, и напишите, сколько эта мечта стоит, да, то есть и потом все суммарно сложите, да, и разделите на 12 месяцев. И у вас получится та сумма, которую вы должны получать, чтобы жить в достатке, ни в чем себе не отказывать, да, поэтому это задание тоже не, так сказать, не откладывайте в долгий ящик, обязательно его сделайте. И есть у нас такая классная формула, которая работает, если работаете вы. Если у вас есть мечта, да, то есть мы сейчас только что с вами сказали, что вы прописываете свои мечты, если у вас есть мечта, значит, у вас есть цель. Если у вас есть цель, значит, у вас есть действие, да, то есть есть план, да, то есть вы знаете, что вам нужно сделать, да, это действие, чтобы у вас был результат. Поэтому мечтайте, идите к своей цели, прописывайте планы, действуйте каждый день и у вас обязательно будет результат. Мечтам суждено суваться, просто нужно заменить слова мечта на цель, желание на задача, стремление на действие и обязательно будет результат. Поэтому тоже эту формулу запоминайте и желаю всем результата. Что же нужно делать? Залог успешного развития в бизнесе. Три правила, три простых правила. Вы сюда пришли, у вас уже есть свой интернет-магазин со скидкой 20%. Почему бы вам не пользоваться этой скидкой и не покупать у себя сразу же с первого дня регистрации? Почему, когда новичок приходит, он начинает откладывать свой личный товарооборот куда-то в долгий ящик, до конца каталога, пока я не позвоню, старник или спонсор не скажет. Маша, привет, ну что, ты будешь делать заказ? Зачем вы ждете? У вас есть свой личный кабинет. У вас есть вся информация, у вас есть все инструменты. Зашли, все подсмотрели, все разузнали. Вопросы все своим спонсорам позадавали по продукции. У нас есть в чате телеграмм, чат о продукте. Есть какой-то вопрос, раз задали, все спросили, вам ответили. У нас первое правило, это пользуемся продукцией для себя. Меняем розничный магазин на свой интернет-магазин. У нас постоянно всякие скидки, акции, подарки. В общем, очень приятно ходить на свой интернет-магазин и совершать свои личные покупки. Поэтому просто меняйте привычку и совершайте покупки. Это первое правило, пользуемся продукцией. Второе правило, посещаем обучение. Если вы новичок, я вообще своим новичкам всегда советую. Говорю, Маша, ты пришла. Вот твоя сейчас задача пройти первые шаги по обучению и ходить две недели без перерыва на обучение утром в 14.00 по Москве, в 19.00 и в 20.00. Если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь разобраться в этом бизнесе, посещая обучение без перерыва. Обучайтесь. Вебинары все есть. На YouTube-канале обучение есть у директоров. Поэтому не пренебрегайте обучением. Прокачивайте свою массу информации. И это вот второе правило. Пользуемся продукцией и посещаем обучение. Третье правило – это приглашать в бизнес. Что такое приглашать в бизнес? Вы уже сходили в свой интернет-магазин. Вы попробовали продукцию. Вам что-то понравилось. Вы просто порекомендовали эту продукцию своему близкому окружению. Рассказали. «Слушай, Маш, я тут коктейль попробовала. Он такой, оказывается, вкусный и полезный. Я про него такую информацию узнала. Я даже раньше не представляла себе, что я должна вот такую-то такую норму потолку в день съедать. Я не знала, что я должна там омегу каждый день пить. Я не знала, что там надо лицо очищать там утром и вечером. Две минуты там комплексный уход. То есть то, что вы попробовали, то, что вы узнали, вы порекомендовали и подъявились своей информацией новой со своим близким окружением. Все. Таким образом вы рассказали и пригласили на дисконт, и пригласили на бизнес. Все просто. И когда вы уже активный партнер, когда вы уже хотите прям вообще расти, 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 это, конечно же, один пост-тень. Поэтому, если вы хотите результата, выполняйте вот такие простые правила. Пользуйтесь продукцией, полюбите продукцию, посещайте обучение, полюбите обучаться, полюбите приглашать людей в бизнес, полюбите рассказывать людям об идее бизнеса, о классном продукте, и полюбите рассказывать это на своей личной страничке. Организация ЛТО. Наша задача создавать для компании товарооборот. То есть задача любой компании – это оборот. Если у компании не будет оборота, вот куда она будет платить свой процент. Поэтому мы занимаемся не продажами. А как мы? Я только что вам все рассказывала, как мы это все делаем, поэтому я перескакиваю слайд. Хочу рассказать вам сейчас про стартовую программу. Сейчас у нас идет новая стартовая программа со второго каталога для новых пришедших консультантов. То есть она имеет ограниченный срок. То есть если вы пришли в период со второго каталога по, по-моему, по четвертый, вы совершили свой личный товарооборот на 50 баллов бонусов. То есть сходили, там что-то для себя купили, и вам компания такой комплимент в корзину закидывает в виде туши и бальзама для губ. То есть за то, что вы просто пришли, совершили покупку на 50 баллов бонусов, вам компания дает вот такой вот приятный комплимент. Это нулевой шаг по стартовой программе. Если же вы в течение 21 дня сделали суммарный заказ, суммарно, на 100 баллов бонусов, вы можете себе приобрести аромат, эклад за 199 рублей. Эта водичка стоит больше 2000 рублей, но вам компания дает тоже такой комплимент, такую соблажку, заказать этот аромат за такую символичную сумму, как 199 рублей. Приятно? Я думаю, что приятно. Если вы дальше выполняете условия компании, и следующий шаг, опять делаете личный товарооборот на 100 баллов бонусов, компания вам кладет в корзину вот такой шикарный набор, состоящий из 4 средств. Это молоко и мед. Это бальзам и шампунь для волос, молочко для тела и гель для тела. Приятно? Приятно получать такой подарок. В третий раз вы опять сходили и помылись на 100 баллов бонусов, и компания вам опять кладет подарок, в виде вот такого комплексного ухода Optimus. Приятно? Тоже приятно. Либо сами пользуетесь, либо кому-то подарили, либо продали. И четвертый шаг идет на выбор, либо женские, либо мужские витамины. Приятно получать такие подарки? Давайте спроецируем на розничный магазин. Вы пришли, купили шампунь, купили бальзам, купили гель, купили мыло, купили пасту, купили еще там что-то. Вам в розничном магазине что продавец на кассе скажет? Спасибо, до свидания. А здесь вы пришли, вы купили себе все с 20% скидкой. Вам компания еще положила подарок, вам компания еще положила подарок, да, как по стартовой программе. И плюс в течение 72 часов, если вы сходили в свой интернет-магазин и совершили покупку от 1000 рублей, у вас бесплатная регистрация и бесплатная наставка. Поэтому не проходите мимо вот таких вот классных крутых плюшек и не знаю, просто сядьте, проанализируйте, подумайте, что у вас закончилось в ванной, что вам сейчас конкретно надо, чтобы не затариваться, а именно сходите и что-то купить себе, то, что вам действительно нужно и с выгодой, и с подарками. Организовать свое обучение. Я уже рассказывала, что у нас вебинары идут несколько раз в день, это в 14.00, 19.00, 20.00 по Москве. Командные планерки у нас всегда постоянно проходят, то есть не пропускайте командные планерки, мы там всегда рассказываем про все акции, какие-то мотивационные у нас там проходят планерки, то есть тоже даем информацию. Быть на связи со спонсором, со своим менеджером, тот, кто вас пригласил, быть активным в чатах. Не читать его, как газету. Вам наставник дал информацию в чате, вы там пролистали, посмотрели, ага, и никакую обратную связь не оставили. То есть обязательно что-то прочитали, в чате свой отзыв написали, поблагодарили того человека, который дал информацию, и если у вас уже есть какие-то свои командные чаты, может быть, чаты тройки, эту информацию продублировали. Будьте благодарны, и этот бизнес дублицируем, и потом у вас будет то же самое. То есть если вы уже будете директором, вы будете прокачивать свои чаты, будете давать информацию, а ваши партнеры будут приходить в консультанты прочитывать вас как газету, я думаю, что вам будет это неприятно. Поэтому давайте будьте благодарны, когда прочитали информацию, оставили свой отзыв. Читайте обязательно литературу по бизнесу, обязательно книжки, хотя бы 10 страниц. Если вы берете книжку 300 страниц, и если вы каждый день будете читать по 10 страничек, эта целая книга будет прочитана за месяц. А если вы читаете книгу, и в этой книге 100 страниц, то вы будете прочитывать 3 книги за месяц. Круто, ваш мозг будет прокачиваться информацией, поэтому обязательно читайте хотя бы 10 страничек в день. И посещайте мероприятия. Кстати, тут недавно прочитала книжку, у меня там буквально еще осталось пару страничек дочитать, автор прямо прописывает. Если вы не посещаете мероприятия, вы не растете. Вы вообще не растете. То есть, как он говорит, что у меня есть мои консультанты, партнеры, те, кто ходят на мероприятия, и те, кто не ходят на мероприятия. Те, кто ходят на мероприятия, те обязательно растут, у них растет чек, и они растут, потому что они себя прокачивают, они себя мотивируют. Если вы не ходите на мероприятия, как вы себя будете мотивировать? Через экран себя можно, конечно, мотивировать, но эта мотивация очень быстро заканчивается. Поэтому мотивацию мы можем получить только из них. Поэтому посещение мероприятий это тоже очень важно. То есть у нас есть мотивационные мероприятия, и обучающие мероприятия, и тренинги какие-то. Поэтому хотя бы раз в квартал на мероприятие ходите. Организовать приглашение людей в команду. Где же мы берем людей? Это социальные сети. То есть кому в какой социальной сети удобно работать, приглашайте. Это ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Выбирайте сами, может быть у вас живые свечи. Работайте по списку знакомых, личный бренд. То есть на самом деле людей везде много. И у нас в России проживает 143 миллиона человек. И консультантов компании Reflame всего миллиона. Это туда входят и топовые лидеры, и консультанты, и директора, и все, 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 все. Вы представляете еще сколько людей мы можем с вами пригласить? А где остальные 142 миллиона? Поэтому бизнес, сетевой бизнес только еще набирает обороты в России. Поэтому давайте стремительно расти, работать и развиваться. С чего начать рекрутинг? Посмотреть вебинар по рекрутированию не менее трех, даже можно больше трех. И найти какой-то свой метод, который вам понравится. На самом деле методов очень много. И какой вам будет, так сказать, по душе, вы его себе выбираете. В этот метод уже долбите как дятел, изучаете его досконально. И уже его делаете своим, так сказать, каждодневным действием. То есть системным действием рекрутирование, это приглашение в команду, это каждодневное системное действие. Если вы раз в неделю рекрутируете, то у вас, конечно же, и результат будет такой долгосрочный, тянущийся, такой, ну, такой вот как бы шелтая болта. А если вы делаете системные действия каждый день, у вас есть поток людей в команду, значит, вы будете очень-очень быстро расти. Поэтому рекрутирование, это, конечно же, очень-очень-очень важно. Да все важно в нашем бизнесе, да, про те четыре правила, которые я вам говорила. Это приглашение, это посещение, обучение, это пользование продуктом, и это один пост в день. Одеваем обязательно на себя бронежилет, да, бронежилет это отработка возражений, да, то есть все люди стандартно возражают, да, то есть у всех там это не мое, мне это не интересно, все уже давно в этом сетевом. Это пирамиды, это лохотрон и так далее, да, то есть если вы будете подкованы этой информацией и будете знать, как правильно отработать это возражение, вы будете рекрутировать легко. Поэтому одевайте бронежилет, затягивайте его потуже и идите рекрутировать. Идем с позиции не прощающего, а отдающего, да, то есть некоторые начинают приглашать там, ну, Маш, ну пойдем-ка мне в бизнес, ну пойдем, ну, то есть, ну, учеб, дел ваша уверенность, да, понятно, что вам такие же будут приходить и будут также приглашать, да, то есть вы должны быть уверены в компании, да, то есть это посмотреть факты гордости компании Айфлэйн. И у нас работает хорошо сарафанное радио, да, если, например, в рознице какой-то крем рекламируют, да, его замыливают через рекламу так, что прокачивают наш мозг информации до такой степени, что это уже зомбирует, люди идут в розницу и покупают этот крем. А у нас в компании Айфлэйн как все работает сарафанное радио? Один попробовал, второй попробовал, третий и вот таким методом рекомендации, да, этот продукт у нас выбирает, так сказать, свои положительные отзывы, да, поэтому точно так же сарафанное радио работает и на тёплом рынке. Один сказал, другой сказал и, в общем, вот это вот всё идёт вот так вот по цепочке. Холодный рынок, это мы приглашаем незнакомых, да, то есть это незнакомые нам люди и надо с ними как-то утеплиться, пообщаться, познакомиться и, так сказать, сделать своим уже, ну, каким-то другом, да, вот сейчас очень распространён такой метод рекрутирования, да, это такое утепление там через какую-то, например, ну, вот через что-то, да, за что-то зацепиться, не знаю, там, спорт, цветы, то есть там, может быть, там, кто-то там, ну, в общем, какие-то мамские темы, да, то есть зацепиться и вот так общаться, общаться, общаться и потом человек сам, если вы ведёте свой личный бренд и показываете у себя на страничке, что вы в каком-то бизнесе, вы что-то делаете, вы как-то развиваетесь, этот человек через утепление потом спросится, Маша, чем занимаешься, почему мне не рассказываешь, да, то есть вот на самом деле методов очень много, главное найти свой метод и этот метод делать своим, который будет приятен вам и не будете вы садиться за компьютер с таким видом, видом, опять рекрутировать, да мне уже, я не знаю, да всё, я всех уже пригласил, да никто ко мне не идёт и так далее, и так далее, да, чтобы у вас такого не было, ищите своё, будьте в поиске и обязательно всё будет работать на вас, если работать. Список знакомых прописываем как? Родственники, знакомые, 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 соседи, учёба, работа, хобби, отдых, всё-всё-всё начиная с детского сада, да, были какие-то соприкосновения, там, в общем, прописываем абсолютно всех, вспоминаем всех и пополняем свой список знакомых в течение, там, рекрутинга, да, где-то там кого-то вспомнили, раз опять написали, да, то есть вот таким образом пишется список знакомых. Личный бренд. Обязательно, ребята, приведите свою страничку в порядок. Если вы хотите, чтобы ваш личный бренд работал, то, ну, можно её оформить как с бизнес-позиции, да, бизнес-темы, то есть статус, информация, набор большего количества, там, друзей, подписчиков, да, если это инстаграм, информация на стене, закрепляющий пост, красивая фотография, аватарка, да, если кто-то ещё не сходил на профессиональную фотосессию, обязательно сходите, сделайте профессиональную аватарку, потому что аватарка, она будет работать на вас. Если у вас будет какая-то замыленная фотография, на которой ничего не видно, или там ещё, не дай боже, там, кошечка или собачка, то всё, то есть, как бы, ну, не знаю, как там вообще, как, кто там в план придёт, поэтому не стесняйтесь, выходите из своей зоны комфорта и оформляйте свою страничку, чтобы было приятно на вас посмотреть. Ну, конечно же, можно ещё сделать дополнительную рабочую страничку. Арифлейм, да, у многих как он позитивнируется? О, это такая тётка с сумкой склетчатой, да, там, пошла там с кучей каталогов, там, пошла что-то там втюхивать, рассказывать, да. Обычно, как и было раньше, там, женщина пришла, например, в какую-то организацию, сумку там распахнула, достала там своими грязными руками, там, засаленными волосами, там, эти тюбики, баночки, ну, у такой женщины неприятно, да, даже что-то там покупать, ну, это ведь раньше вот так было. А сейчас это уже всё переходит в более такое этичное, да, представление – это этичный бизнес, это красота, это здоровье, да, то есть мы должны выглядеть соответствующе, да, то есть всегда макияж, маникюр, ну, не знаю, что там, волосы чистые, ну, не, как сказать, быть, так сказать, всегда при параде, да, то есть если вы пошли даже с ребёнком гулять, ну, хотя бы какой-то лёгкий маякап сделать, то, чтобы было на вас приятно смотреть, да, вот, поэтому, чтобы у людей немножечко менялось позиционирование с тёткой сумкой на красивую, ухоженную девушку, на красивую, ухоженную маму, да, с красивой фигурой, ну, то есть если вы хотите, чтобы вам приходили такие же, как вы, да, тогда работайте над собой. Критерии бизнес-партнёра, да, то есть самое первое – это всегда позитивность, это только позитивно настроенный человек, да, то есть если ты позитивно настроенный, у вас уже будет результат. Готовность, обучаемость, результативность и дублицированность. Повторяйте за своим наставником. Смотрите, какой у вас спонсор, какой у вас наставник, если вы хотите повторять его, давайте ещё повторять его, то делайте то, что делает он, да, смотрите на него и делайте. Так, что-то я уже тут затянула вебинар. Так, рекомендации. Знай о своих менеджерах и директорах, общайся в чатах, задавай вопросы, проявляй инициативу и будь активен, развивай в себе лидерские качества, один год не уходить ни при каких условиях, сделай результат, нынешний директор, золотой директор. И я всем желаю успехов, я всем желаю новым консультантам успешного старта, разобраться с бизнес-идеей, разобраться, как же этот бизнес работает, посещать мероприятия, быть активным в чатах, обучаться, выполнять правила 3П и в этом году стать директорами. Еще раз большое всем спасибо за затянутость вебинара, всех благодарю за внимание и всем до свидания. Видишь, как бы можно вообще читать вебинар с этого, на этот микрофон потом на компьютере нажимаешь, и ты ведешь конференцию уже. Вообще можешь с телефона читать, презентация твоя, вот это тут здесь будет, пересташь ее. У меня-то вот пишут, что ошибку выдают. Не знаю, что перезагрузить. Мне сказали, что она регистрироваться сначала. Нет, здесь-то как бы не регистрировалась. Это потом, когда вот я начала...